Напиток, черный как чернила, полезен при многочисленных заболеваниях. Его готовят из воды и плодов пустарника под названием буну. Вы, наверное, догадались, что речь о кофе. Именно так описал кофе немецкий врач, совершивший десятилетнее путешествие по Ближнему Востоку в XVI веке. Сегодня, чтобы выпить чашечку драгоценной жидкости, не обязательно отправляться в неизвестность. Вы можете приготовить ее дома или посетить ближайшую кофейню. По состоянию на 2023 год только в США насчитывается более 72 тысяч кофеен. Представьте, сколько их во всем мире! Когда вы думаете о кофе, какая страна первой приходит вам на ум? Италия? Может быть, Франция? Но вот в чем дело. На самом деле Финляндия – самая кофейная страна в мире. Только представьте, взрослый финн потребляет до 12 килограммов кофе в год, в то время как американец всего 5 килограммов. Норвегия гордо занимает второе место, а Дания замыкает тройку лидеров. Италия и Франция даже не входят в первую десятку. И, кстати, каждый день люди на нашей планете выпивают примерно 1 миллиард 600 миллионов чашек кофе. Если вы планируете побить рекорды долголетия, кофе может вам пригодиться. Гарвардское медицинское издательство провело исследование, согласно которому те, кто выпивает 3-4 чашки кофе в день, имеют больше шансов прожить дольше. Отличный план, особенно если вы любите кофе. Одна из самых известных в мире супер-долгожительниц Жанна Кальман признавалась, что на завтрак пила кофе с молоком, и она прожила невероятно долгую жизнь – 122 года. Не только люди доказывают, что кофе способствует долголетию, но и кошки. Это Крим Паф из Техаса – кошка, которая прожила 38 лет. Джейк Керри, владелец Крим Паф, поделился некоторыми подробностями о рационе своей любимицы. Обычно она ела сухой кошачий корм, яйца, бекон из индейки, в общем, ничего особенного. Но кошка была большой поклонницей кофе. Крим Паф предпочитала кофе со сливками. Вот вам вопрос. Какого цвета ваша кофейная кружка? Очень важно, из чего вы пьете кофе. Есть определенные цвета. Например, глазурь на основе свинца, которая может выделять токсичные вещества в ваш горячий напиток. Кружки, покрытые красной и оранжевой глазурью, скорее всего, содержат свинец. Поэтому, если вы хотите перестраховаться, выбирайте кружки из стекла, керамики или нержавеющей стали. Кружки из пластика или алюминия также небезопасны, поскольку они могут выделять нежелательные вещества, как и глазурованные кружки. Но цвет имеет значение и по психологическим причинам. Был проведен эксперимент, касающийся восприятия кофе в зависимости от цвета кружки. Оказалось, что если мы пьем кофе из белой кружки, то он может показаться менее сладким, чем если мы пьем его из голубой или прозрачной. Кофе играл важную роль в крупных спортивных событиях. В 1932 году бразильские спортсмены не могли позволить себе поездку в Лос-Анджелес для участия в Олимпийских играх. Однако решение было найдено. Власти погрузили спортсменов на корабль, наполненный кофе. Этот кофе продали по пути, что помогло финансировать поездку. Кофе – это также ключ к счастливой семейной жизни. По крайней мере, так было раньше. В 15 веке в Месопотамии кофе имел большое значение при заключении брака. Мужчины выбирали своих будущих жен по тому, насколько хорошо те умели готовить кофе. К счастью, сегодня для этого есть кофемашины, поэтому мы выбираем партнеров, основываясь на их личных качествах. А в Константинополе жена могла подать на развод, если муж не обеспечивал ее достаточным количеством кофе. Согласно промышленным стандартам, для приготовления одной порции кофе требуется около 56 кофейных зерен. Бетховен, один из главных хитмейкеров всех времен, для приготовления своего утреннего кофе точно отчитывал 60 зерен. Думаю, это был скорее ритуал, чем конкретный рецепт. А у вас есть какие-нибудь ритуалы для утреннего кофе? Другой хитмейкер, Иоганн Себастьян Бах, даже посвятил кофе кантату, который назвал «кофейная кантата». Логично, да? Кантата рассказывает о зависимости от кофе. Несмотря на то, что черный кофе – это самый распространенный тип напитка, практически каждый хотя бы раз пробовал капучино. Кстати, свое название напиток получил из-за оттенка. Это мягкий коричневатый оттенок, похож на цвет мантии монаха капуцино. Кроме того, у мантии есть капюшон, а слово «капюшон» звучит на итальянском как «капуччо». Вот такой интересный факт для вечеринки. Те, кто не любит тратить время на приготовление напитка, часто выбирают растворимый кофе. Давайте поздравим его с днем рождения. Скоро ему исполнится 116 лет. Растворимый кофе был изобретен в 1907 году, и до 1970-х годов многие потребители критиковали его за некачественный вкус. Однако в 70-х годах технология изменилась, и производители заявили, что по вкусу он почти как свежесваренный. Кроме того, растворимый кофе породил еще одну популярную вещь – кофейные автоматы. Первый прототип был создан в 1947 году, а в 50-х они уже активно использовались. Есть некоторые продукты, с которыми не стоит сочетать кофе. Номер один – мясо. Логика проста – кофе может поглощать цинк в организме, поэтому не лучший выбор пить кофе после того, как вы съедите что-то, содержащее цинк. Я говорю о красном мясе, устрицах, а также о бобовых. Номер два – жареная пища. Такие блюда, как правило, содержат много плохих жиров, и когда вы сочетаете их с кофеином, эта смесь повышает уровень холестерина в организме. Номер три – может показаться неожиданным, но все же. Кофе и молоко – не лучшая пара. Кофе не позволяет кальцию усваиваться, поэтому вы не получите питательных веществ из молока. Япония похожа на идеальное место для тех, кто любит кофе. Вы знаете какое-нибудь другое место, где можно буквально купаться в кофе? Я тоже не знаю. Так вот, спа-центр с горячими источниками и парк водных развлечений недалеко от Токио прославился своими необычными горячими ваннами. Всего здесь 26 ванн, и они наполнены кофе, зеленым чаем и многими другими напитками. Используются только свежие ингредиенты, и ванны наполняются каждый день. Для приготовления кофейной ванны кофейные зерна заваривают водой из природных горячих источников. Кстати, цена приемлемая. Взрослый билет стоит около 36 долларов. Если бы вы попытались сделать кофейную ванну самостоятельно, то наверняка потратили бы больше. Пора развенчать еще один миф. Кофе без кофеина на самом деле содержит кофеин. В средней порции кофе без кофеина содержится около 7 миллиграммов кофеина, в то время как в обычном кофе около 70. Да, в 10 раз меньше, но этого достаточно, чтобы нарушить ваш сон. Что касается классического кофе, помните, что период полураспада кофеина составляет 6 часов, а для его полного выведения из организма требуется около 12 часов. Кофе не стоит пить как перед сном, так и сразу после пробуждения. Кортизол – гормон стресса, отвечает не только за стресс, но и за циклы сна. Его уровень повышается между 8 и 9 часами утра, поэтому чашка кофе только усугубляет утреннее беспокойство. Выпейте ее, когда кортизол находится на самом низком уровне. Он также повышается между полуднем и часом дня, и между половиной шестого и половиной седьмого вечера. Никакого кофе в это время. Многие люди считают, что пить кофе – не самая полезная привычка, предпочитая воду или другие напитки. Но если вы не планируете отказывать себе в этом удовольствии, попробуйте купить термокружку и варить кофе дома. Вы сэкономите деньги и сохраните природу, ведь одноразовые стаканчики для кофе не подлежат переработке, а для их разложения требуется не меньше 20 лет. Посещение кофейни может быть вашим ежедневным ритуалом. Но вы когда-нибудь считали, сколько тратите на эту утреннюю привычку? Миллениалы тратят на кофе больше 2000 долларов в год, на которые можно было бы купить что-то серьезное.